Зона комфорта не нужна вообще. Нужно постоянно находиться в неком напряжении. Не умереть в 40 лет от инсульта. Я не окей, ну и плевать. У нас сегодня на столе презент. Это варенье из морожки. Мне привез клиент из города Манчегорск. Это Мурманской области. Я предлагаю во время подкаста его откушать. Обязательно. Мы с тобой как-то в отпуске были и застали морожку слегка недозревшую. По вкусу напоминало то ли какой-то огурец, то ли что-то. Кукурузу. Кукурузу. Да. Вот посмотрим, как это. Ты вообще как относишься к подаркам от пациентов? Ну, по-разному. В основном хорошо. Вообще, подарки от пациентов, как недавно мы с одним доктором обсуждали, это признак формирования переноса. Ну вот. И в целом, как можно ловко к этому относиться? Если так говорить, то меня чаще подкармливают. Скорее всего, я выгляжу очень голодным. И это действительно, скорее всего, еда. Это, скорее всего, действительно перенос. А если там какая-нибудь книжка, то, наверное, нет. Хотя, может быть, тоже перенос не развязывается. Ты называешь спасательский перенос, тебя хочешь спасти. Да. Меня хочется начать кормить. Однажды мне подарили, я не знаю, как это называется, это, наверное, нишмат. Это целая шея. Я еле донес это до дома. Копченая какая-то. Я весь истекал просто слюной по дороге домой. Мне это было интересно. Ну, это наследие советское какое-то. Вот это еду принести желательно. Притом, ну, наркологам тут алкоголь не очень охотно дарят. Слушай, мне приносили как-то. Ну, понятно, но мне бесполезно вообще приносить. Был интересный подарок. Потрошенные караси без голов. Махонькие такие. Вот такая же баночка меда и шкалик, или как это называется, чекушка водки, которая называлась тельняшка. И там кот Матроскин был нарисован. Это очень такой забавный был презент. Она, по-моему, до сих пор стоит у нас где-то в центре для провокации. Очень может. Для провокации при процедурочках всяких. Пахнет фантастически. Окей, хорошо. Так, ну что ж. Ну да, советское наследие, типа, подкормить там доктора как... Ну, тогда просто денег не было. Да, или даже еще раньше, когда земский доктор сидел там, и ему же надо было как-то выживать в районе. И мы носили еду. Это мы, когда в институте учились, у меня друг один был. Он говорит, слушай, Серега, я поеду в деревню работать. Я говорю, зачем? Он говорит, а там можно зарплату не получать. Я, говорит, куплю себе запорожец и буду на нем ездить. И все время будут с яйцами, не знаю, чем там, с хлебом, с мясом и так далее. Но так он и не поехал, по-моему. Так вот, подарки от пациентов, мне кажется, это признак неплохой работы. Не то, что наша работа неплохая, а вот именно как, что мы неплохо работаем. И, но, соответственно, чем больше мы работаем, тем, наверное, хуже мы начинаем работать. И поэтому периодически очень хочется отдыхать. Да, это нормальная подвязка. Я хотел по-другому подвязку еще сделать. Вот, мороженое варенье. А мы с тобой были вот в походе в Карелии, да, и ели мороженое, значит, эту неспелую. И, соответственно, надо же вспомнить, как мы вообще отдыхаем от работы там и все такое. Так вот, по поводу... Еще сегодня хотелось поговорить по поводу отдыха. В частности, еще из-за того, что тоже у нас с одним доктором на работе, так как перерывы не очень долгие между пациентами случаются. Поэтому, как правило, незавершенные разговоры какие-то быстренько что-то перекинулись. Вот, и там был такой поиск стиля работы у него, значит, он такой... Он говорил, как бы так вообще сделать, чтобы вот работать себе в удовольствие, там, все дела. Вот, я ему предлагаю вариант, что, допустим, ты работаешь там, ну, 3 недели или месяц, короче, как проклятущий, потом, соответственно, недельку отдыхаешь, потом опять. Он такой, ну, это не годится так. Ну, потому что это же все равно... Неделю раз в месяц. Ну, например, да. Или там, ну, у кого как получится, там, в зависимости, не знаю, от финансов. Вот, можно там раз в 2 месяца. Но суть в том, что его это не удовлетворило. Он сказал, это какая-то ерунда, потому что это очень напряженная работа, перемежающаяся, типа, периодами отдыха. Я подумал, блин, ну, мне, по-моему, как раз такое и вообще и нужно. То есть, ну, наверное, не знаю. Я вот как раз хочу нащупать вообще в пределах этого подкаста, как вообще было бы неплохо. Как тебе было бы отдыхать удобно. Да-да-да. Слушай, ну, для меня я уж нащупал. Нащупал, буквально на этой неделе я нащупал следующее, что мне надо, наверное, 3 выходных в неделю. Чаще у меня вообще 1, а на этой неделе получилось 3. И это очень комфортно. Что касается таких вот длинных отдыхов, то мне нужно, наверное, где-то 3 понедели в году и какой-нибудь 1 недельки 2,5. То есть, раз в 3 месяца где-нибудь неделька. Ну, нормально, да. И недельки 2,5. Нормально, нормально. Получается, короткие отдыхи. Выходные, короче, не зря придумали тоже. Сто пудро. То есть, есть некие маленькие промежутки такие разбитые и, соответственно, длинные, которые чередуются с отпуском. Я подумал, вообще, ну, я подумал вот что. Я подумал, мы работаем для того, чтобы позволить себе отдых или мы отдыхаем, чтобы потом работать. Обалденно. И подумал, что в принципе и то, и другое, наверное. Сто пудов. Сто пудов и то, и другое. Да, и этот вопрос, он мне напомнил один из тупиков, в который меня поставил один мой клиент. Он такой яркой нарциссической личности спросил однажды. Уже заканчивается консультация онлайн. И он такой, у меня один вопросик есть. Ну-ка, ну-ка, он говорит, мы, говорит, для кого заводим детей? Он так спросил. Я говорю, что-что? Он говорит, ну, для себя или для них? Вот. Я что-то в тупике вообще оказался. Я не понял формулировку сначала. Потом начал размышлять просто что-то вслух. Вот. Я подумал, если вот именно так спрашивать, то, наверное, мы заводим детей для себя, потому что этих детей еще нет, когда мы решили их заводить. Поэтому для них... Они вряд ли. Ну да, это как-то странно, подумал я. А с другой стороны, я подумал, окей, ну, вот, допустим, завел ты первого ребенка и научился там быть родителем, познал все тяготы, там, не знаю, первых двух, как минимум лет жизни там с ребенком. И второго ребенка ты заводишь для себя. Что-то какая-то странная вообще инвестиция. Вот. Ну, то есть, ну, в общем, странно, короче, как это так, вот для себя или для них? Ну, из моих размышлений он там спокойненько себе сделал вывод, что, в общем, понятное дело, что для себя мы вот там, не знаю, там, видим в них свое продолжение, тешим свое самолюбие и все такое. Вот. И потом, в общем, ну, оставил я этот вопрос для себя без ответа и где-то вырванный из контекста просто как-то в разговоре там с женой закинул, типа, как ты думаешь, для чего там, для себя или для них мы заводим детей? И она говорит, чего, блин? Детей заводит от большой любви, говорит она, просто потому что любят друг друга сильно и хотят, чтобы нас было больше просто, ну, вот этот вот коллектив там, чтобы любовь множилась. Я такой, точно, вот почему мне показалось это странный вопрос, типа, ну, для кого? Для себя или для них? Для себя или для них вообще непонятно. Ну, да, от большой любви просто. От переизбытка, я часто себе называю это такой переизбыток заботы, да, то есть, когда... Может ли быть любви слишком много? Может, да, и когда... Ну, вот я сейчас нахожусь приблизительно в таком процессе, да, когда уже больше, наверное, детей не стоит рожать, и мы заводим животных стихийно, то есть, много-много разных, да, то есть, это... Ну, это понятно, это и для себя, и для них, и для того, чтобы выход был вот этой заботливой энергии какой-то, да? Так что я с твоей супругой соглашусь. Окей, здесь это, в общем, было совсем долгое лирическое отступление, а я, собственно, про отдых и работу. Я к тому, что вот это сама по себе тоже формулировка «зачем отдыхать» или там, типа, «зачем работать», вот именно в таком ключе, она, в общем, довольно странная, и, наверное, ну, прикол просто в сменяемости деятельности и в том, чтобы у тебя было, ну, разнообразие, то есть, ну, с одной стороны. С другой стороны, у тебя есть какой-то вектор развития, допустим, так, как сказал Франкл, что, значит, счастье, мол, это не тотальное удовольствие, это осознанная жизнь с разумной долей напряжения. Ну, да, ну, то есть, баланс какой-то должен быть, если каждый из нас, мне кажется, находился периодически в состоянии, когда вот ты отдыхаешь, совсем развалившись вообще в состоянии амебы, и в какой-то момент тебе уже ужасно от этого отдыхать. Устал отдыхать уже. Устал отдыхать, да-да-да. Слушай, ну, здесь баланс, я думаю, в том, что круговорот ресурсов природе, да, работа нам дает ресурс на то, чтобы отдыхать, то есть, мы зарабатываем деньги, приобретаем какой-то ресурс, а отдых нам дает эмоциональный какой-то физический ресурс на то, чтобы продолжать работать. И мне видится, что вот как раз-таки такая формулировка вообще вопроса, что, например, мы работаем для того, чтобы отдыхать, и отдыхаем для того, чтобы лучше работать, вообще, мне видится здесь признак зависимой личности немножко. Потому что вот когда для тебя смысл, типа, труда твоего заключается в том, чтобы потом эх, отдохнуть, то ты превращаешься в ждуна, который ждет, когда наконец уже это закончится. И то же самое, ну вот, как сказать, потом ты меняешь это на, когда ты отдыхаешь, ты меняешь это на абстиненцию трудоголика, который такой, побыстрее бы поработать, ух, я сейчас отдохну. Вот, какая-то странная история. Ну вот, ну и, в общем, как всегда, по поводу отдыха заморачивались не только психологи и не столько психологи, сколько, конечно же, физиологи. И как мы с тобой уже поняли, Иван Петрович Павлов придумал вообще все. Да. Вот, и Иван Петрович Павлов в том числе задумывался по поводу отдыха, и он вывел, значит, три принципа отдыха. Ну-ка, сейчас. Подготовленный. Да-да-да. Ну, это, наверное, почти все, что я подготовил. Значит, три пункта, которые необходимы для отдыха. Первое. Нет ответственности за другого человека. Второе. Нет конкуренции. И третье. Есть удовольствие. Вот это, типа, условия по Павлову для отдыха, которые необходимы. Ну, то есть все, я не отдохну, короче. Никогда. Особенно первый вот этот вот, как там, нет ответственности за другого человека. Ну, то есть, нет ответственности, значит, надо что-то делать без детей. Типа того. Ну, я думаю, что многим знакома эта история, когда ты едешь. Так, подожди-ка, как это? Ты можешь себе позволить периодически ездить в отпуск, хотя бы временно отдыхая от детей, как ты же любил ездить в Турцию и там. А, вдвоем с женой. Ну, да, вот жалко, теперь нет таких поездок. Это такое, это такая абсолютная формула. Действительно, покуда ты ответственен за кого-то, это такая, ну, это взаимодействие на уровне родителей-ребенок. Так, а отдыхать либо одному там, либо с кем-то на уровне ребенок-ребенок, когда нет ответственности, когда есть тотальная веселуха, когда каждый за себя, в принципе, несет ответственность, вот, это действительно... А там формулировка именно за человека. Ну, да. Да, то есть я сегодня, прежде чем сюда приехать, гулял по лесу долго с собакой, и он еще у меня маленький, такой шебутной, куда-нибудь убегает, и отвлекал меня от слушания у ее книжки, вот, то есть я все время дергался, значит, я не отдохнул. Ну, да-да-да, и признать твоего пса человеком, у тебя на него перенос, как ни крути. Ну, в общем, нет ответственности за кого-то, я бы, наверное, так написал, да, нет конкуренции, тоже важно, потому что если ты... Вот здесь я вспомнил, короче, например, как мы играли в футбол в школе, значит, и когда у нас, ну, вот, например, значит, вот на уроке физкультуры второй час, например, мы иногда играли просто в футбол гоняли, и случалось такое, что периодически нам устраивали матчи типа класс А против класса Б, вот. Вот, и класс А, то есть мой класс играли просто, ну, ну, как это сказать, по угару играли, просто веселились, что-то пинали мячик друг другу, подкалывали туда-сюда, вот, а класс Б конкретно рубился вообще просто, они прям, ну, голы хотели забивать, вот. И с одной стороны, в общем-то, они кайф получали от этого, ну, то есть, как сказать, это состояние потока, они верили прям в это, вот, им прям было здорово, они вживались как бы, вот, им было классно, там, каждый из них в голове был, там, Рональдо 100%, типа того, а кто там Месси, вот, а с другой стороны, мы друг с другом не совпадали вообще никак, то есть, мы разочаровывались от них, потому что нам было неинтересно с ними играть, а не от нас, потому что мы были недостойные соперники вообще, вот, по Павлову... То есть для каждого это был не отдых. Да, 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 по Павлову мы больше отдыхали, чем они, у нас там не было конкуренции. Это у вас так, а получается, если, например, у мужа и жены отпуск в один и тот же день, в одно и то же, точнее, время, то надо дома иметь два дивана, потому что если вдруг один диван, то будет конкуренция за диван, или два телевизора, что бы значит, ну, конкуренции Иван Петрович написал. Да, 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 я понял. Ну, я думал, что, вот, например, это как, если ты, например, сплавляешься на байдарке по реке с компанией друзей, или ты сплавляешься на мероприятии типа ночная прогулка, кто быстрее приплывет. Вот, это два таких разных вида. Ну, и есть удовольствие. Окей. Вообще, это надо было, наверное, на первое место ставить. Понятно, что отдыхать там, где нет удовольствия, ну, странно как-то. Есть удовольствие, но, по идее, в отпуске вообще должно быть удовольствие. Это, скажем, да, я понял, наверное, о чем идет речь. То есть, если ты, например, работал и работал, и на отпуск себе запланировал ремонт. Да. И если вот ты кайфуешь от ремонта, то тогда у тебя будет, наверное, и нет конкуренции, значит, жена не лезет, клеит за тебя обои. То тогда ты точно отдохнешь. А если ты ненавидишь этот ремонт, ты вернешься, как выжатый лимон. Про это идет разговор. Ну, вот, в частности, сам Иван Петрович Павлов очень любил подстригать свои кусты в саду перед домом. Так. Вот. И совершенно... Он чувствовал прямо удовольствие, когда он это делал. С одной стороны, это вроде как был физический труд, и местами непростой, но ему же был, типа, в кайф. Вот. А потом конкуренции он ни с кем там, значит, не испытывал. Ну, и ответственности он нес только за себя. Он играл же еще в эти, в городки. Интересно, вот в городке он играл, там же была интересная конкуренция, потому что на фотографиях он везде один. Может, он играл один в городке. Вообще, я подумал, что первый пункт про отсутствие ответственности за другого человека Иван Петрович написал сгоряча вообще, потому что он был, наверное, интроверт такой тяжелый. Он такой, блин, всем от меня что-то надо. Достали просто. Все ходят тут, просят. Вот. Да, надо отдыхать, типа, там. Ну, вот. Как ты вообще отдыхаешь? Я отдыхаю по-разному. Ну, во-первых, мне было тяжело научиться отдыхать. Ты же надо мной иногда стебешься, говоря, что я работаю как крот. Я с утра зашел в кабинет и вечером вышел из кабинета. Действительно так. И мне было действительно сложно отдыхать, научиться. Когда я начинал только работать, я недавно что-то это вспоминал почему-то. Там тогда, вот 15 лет назад, когда не закрыты совсем базовые потребности, когда вот хочется чего-то достигать, работать, зарабатывать и так далее. Для меня отпуск это была жесть. Это было просто что-то ужасное. Мы приезжали, там, не знаю, куда-нибудь приезжали. Через три дня я готов был взвыть и говорить, все, пора уезжать. Но моя хитрая жена меня выдрессировала. Она потихонечку начала увеличивать наши отпуска. Ну, как я сейчас, вот последнее время я отдыхаю с разного рода прогулками по лесу, прокатами на сап-доске, на покрафте и так далее. Ну, это такие, когда коротенькие отпуски. А так в длинном отпуске желательно куда-то уезжать. Для меня очень важно менять картинку, менять вообще место пребывания. Да, говорят, что одно из вообще таких базовых и значимых удовольствий для человека – это как раз перемена, то есть смена картинок и все такое. Не зря в какой-то из лекций тоже Илья Андреевич классно говорил, Федотов, на предмет, что у мозга есть два режима работы – это стресс или исследование. Если ты новое что-то узнаешь, разглядываешь и изучаешь, тогда стресс отступает. Похожая штука вот у меня наблюдалась при лечении фобии насекомых. Я, ну, по большому счету, в принципе, ну, в общем, процедура стандартная заключалась в том, что надо столкнуть с предметом своего страха человека, да, и вот человек уже сидит напротив с баночкой, набитой насекомыми, кишащими, вот. И в нем включается внутренний ребенок, чтобы себя успокоить и отвлечь, он смотрит на них внимательно и говорит, ух ты, какие у них там лапы, там, какие у них там рты и все такое. Ну, как будто превращаясь в маленького исследователя, вот, возможно, он, может быть, даже не очень верит в свой интерес, как будто он, ну, разыгрывает его, типа того. Но потихонечку вживаясь в это разыгрывание, ну, как будто роль отыгрывает, типа, ух ты, ты мой хороший. Вот, а потом, соответственно, вживается потихонечку и чувствует, что действительно успокаивается понемножку. Ну, да, ну, то есть смена картинок, короче, и вообще, ну, условное исследование, будь то исследование местности, исследование культуры или даже кухни. Слушай, для меня важно, ну, исследование книги, например, да, то есть я последнее время вкусил аудиокниги, и во время прогулки очень важно, чтобы в ушах шел еще исследовательский процесс исследования какого-нибудь произведения. И так интересно иногда, идешь вроде бы там по лесу или где-нибудь по полю, ну, немножечко действительно по-детски вокруг представляется, ну, например, вот как сегодня у меня я слушал «Обитаемый остров» Стругацкий, и представляются такие катаклизмы, которые там описаны в этом произведении. Ну, да. Для тебя как в отпуске? Ну, в отпуск то же самое, то есть, ну, для меня вообще замечательно подходит три пункта Ивана Петровича, нет ответственности за другого человека, потому что я вот могу один куда-нибудь ходить там на несколько дней, потом нет конкуренции, безусловно, я никуда не стремлюсь вообще, не ставлю никакие рекорды, и есть удовольствие. Ну, да, удовольствие с тем же самым связано, во-первых, с тем, что нет ответственности другого человека, вот, а во-вторых, с тем, что есть смена картинок, вот, и сейчас нашел очень крутой для себя вид отдыха – это рисование, вот, когда мы с дочерью, значит, ходим в одну и ту же детскую группу, и там тоже очень вот эти все три пункта вообще сочетаются, там ходят дети, рисуют вместе со мной, и… Ты там один взрослый. Да, я там самый старенький, в общем, и, соответственно, я очень хорошо отдыхаю, в основном из-за того, что я там не преподаватель, а участник, и мне не надо там усмирять этих детей там или что-то, я просто такой наблюдаю, я смеюсь с их приколов каких-то, очень неожиданных порой, потому что так давно все это было, вот, ну и, соответственно, а рисование само по себе это вообще исследование, кажется, когда рисуешь, очень много приходится думать, вот, ну, это такой очень умный процесс, когда ты рисуешь какой-нибудь объект и думаешь, вот, где будет тень, где будет свет, как сделать прозрачность, тем высветлить, ну, в общем, это такой, такой, но не сильно как бы мозги скрипят, то есть это мыслительный процесс, но такой, весьма такой расслабленный, плюс он творческий такой весьма, вот, это очень интересно, очень здорово, конечно, погружает, и плюс ты там рисуешь какую-то, ну, реальность же отдельную, какой-то концепт, вот, и, соответственно, тоже такой особый вид эскапизма такой, вот, ну, прикольно, мне очень нравится, очень здорово. Один из запросов людей, которые обращаются, вот, если он связан с отдыхом, это как раз, вот, это твоя история, когда ты говоришь, я не умел отдыхать, вот, не умел, или там, не знаю, не мог себе позволить так или иначе, и ты связал это изначально вот с неудовлетворенными базовыми потребностями, что есть там амбиции, туда-сюда, вот, а еще есть один аспект связи с так называемыми драйверами, собственно. Погода ты, значит, ну, что такое драйверы, там, да, для наших слушателей, это, с одной стороны, это предпочтительная модель поведения, которой ты обучаешься, в общем-то, при взаимодействии со своими родителями, там, чтобы, в общем, добиться их расположения и принятия. Это, некоторым образом, способ компенсации самооценки, то есть, по большому счету, каждый из нас начинает пользоваться ведущими этими самыми драйверами, когда чувствует, что он не окей, какой-то нехороший, вот, и начинают, соответственно, вот эти вот методы компенсации какие-то, да, вот, ну, и от наших родителей мы их перенимаем, эти драйверы просто тупо по наследству довольно часто, да, потому что у них есть в голове некоторые положения про себя, что я хороший, если, и там, троеточие, вот, у каждого свое если, ну, соответственно, они к нам также относятся, как они к себе относятся, так и к нам они относятся тоже, ты хороший, если, и вот этих если, соответственно, таких вот, ну, стандартных базовых если, там, пять штук, да, это, значит, соответственно, будь сильным, это такой часто бывает нарциссический драйвер такой частенько, да, будь сильным, это означает, что, ну, вот, ты хорошим себя чувствуешь, когда ты справляешься, сам вывозишь какие-то трудности, когда ты не демонстрируешь чувства и не позволяешь, как сказать, быть в зависимости от какого-то другого человека, ну, то есть, такое утрированное я сам такое, я сильный, я сам, вот, и все такое, и это, ну, с одной стороны, в общем, рождает таких сильных людей, но есть обратная сторона, это обратная сторона в том, что вот этих самых стопроцентно сильных достигаторов, их просто нет, у каждого, ну, как сказать, каждый периодически время от времени становится в кавычках слабым, и ему нужно либо восполнить ресурс кем-то образом, либо, там, не знаю, получить заботу от другого человека, там, вот, а тут, получается, он не может себе этого позволить, и, например, выбирает для того, чтобы о нем заботился вместо человека, выбирает, там, алкоголь, например, вот, и вот он весь такой сильный, но прибухивающий, вот, это такие мужики... Сильный, но пьющий, да, 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 это вот те, кто ждут пятницу, да, они ему сильно вкалывали пять дней в неделю, да, и вот сильно мы сейчас должны отдохнуть, чтобы снять напряжение, силу снять вот эту вот напряженную, да. И, ну, да, мне представляется здесь такой стереотипный такой, такой мужик такой, очень сильный и вообще работящий всю дорогу, но, конечно, да, непременным атрибутом его становится стопочка по вечерам или, там, по пятницам, вот, ну, будь сильным, да, это один драйвер, да, второй драйвер, я так понимаю, это наш с тобой один на двоих драйвер, это старайся, старайся, значит, это про что? Про то, что, ну, в общем, это вот как на физкультуре, на уроке физкультуры некоторым ученикам в школе ставят оценки за старания, они нормативы не сдают, но так как хорошо старался, пятерка там или четверка, ну, короче, за старания, вот, то есть смысл в том, что ты окейным себя чувствуешь, если ты сильно стараешься и если ты устаешь, то есть надо очень сильно впахивать и очень сильно уставать желательно для того, чтобы чувствовать себя хорошим, нормальным, окейным, все такое. Внешне для людей, которые тебя окружают, может казаться, что иногда смысл твоего труда не в том, чтобы что-то сделать, а в том, чтобы как можно больше задолбаться. Как можно больше устать, совершенно верно. Да, и на этот счет у меня такой был забавный случай, когда, значит, ну, я наблюдаю за встречей двух знакомых девушек и, в общем, так случилось, что одна девушка как бы завещала свое рабочее место другой, то есть она, увольняясь, привела туда свою подругу. И они встречаются, обсуждают это рабочее место, вот. Она спрашивает, мол, как тебе там работает. Та говорит, вообще, сижу, говорит, целыми днями просто в потолок плюю, вообще делать нечего, зарплата офигенная. Та такая, я что-то вообще не понимаю, как это так. И оказывается, что пока там работало вот это, она там впахивала жестко, у нее были огромные переработки и пятая точка в мыле, короче. Ну вот, это показывает, что у одной есть, старайся, а у другой нет, старайся. И, в общем-то, можно совершенно по-разному выполнять одну и ту же работу. Вот. Ну, люди с драйвером старайся, бессознательно выбирают какие-то такие тяжелые работы. Тяжелые, трудные работы. Да-да-да. И обесценивают случаи, когда что-то у них получается легко. То есть у них там получилось легко денег заработать, ну, повезло, легко пришли, легко. Уйдут. Вот. И поэтому денежки должны быть трудные очень. Ну, не только денежки, вообще. Жизнь должна быть трудной. Конечно. Не может быть ничего. Просто следующий драйвер, который тоже, ну, вот у меня точно он есть, это радуй других. Радуй других, которые, конечно же, он лечится каким образом? Радуй себя. Да. То есть это когда человек делает все, что угодно, лишь бы быть, не знаю, в угоду другому человеку, отказываясь о себе при этом во всем. Это в латыни есть такой, не знаю, афоризм, наверное, это называется, алис инсервиенда консумер. Это светя другим, сгораю сам. Это радуй других. Ну, это вообще, по-моему, раньше писали на каких-то медицинских, на разные розы медицинской атрибутики, да, когда, что врач должен был, вот как говорят, врач от Бога, да. То есть это врач, который старается, он сильный и вообще все отдает. Он такой бессребренник. Он все это делает, светя другим, сгорает сам. И вот то, что, скажем, как это все проявляется, ну, вот у меня это очень часто бывает, я за собой это знаю, что я готов многим пожертвовать ради других, ну, там, не знаю, в том числе и финансово, я буду отталкиваться от того желания своей семьи, куда они хотят поехать, ущемляя себя при этом. Ну, потом, к тому же, в процессе начинаешь как-то радоваться, но зачастую это проявляется как, а, выбирайте, куда мы поедем отдыхать. Типа того. Я готов оплатить. И по сути, этот драйвер, во-первых, он имеет побочный продукт в виде того, что другие люди, например, в виде того, что другие люди воспринимают эту заботу с твоей стороны как должное. И, там, к 40-50 годам на твоей шеечке уже висит очень большое количество людей, которые никуда не собираются оттуда уходить. А самое главное, что у тебя есть ощущение, что за все твои труды благодарность недостаточная, например. И плюс это может провоцировать игровое поведение, да, ты весь такой рады других, а потом, а мне как же, начинаются всякие там гнев там правильный. Есть еще специфическое проявление рады других, когда это может быть очень буквально. То есть, когда человек становится шутником в компании, все время веселит вообще и по-другому свою жизнь даже не видит. Вот, недавно познакомился с человеком, который врет, исходя из этого драйвера. Просто потому, что он приукрашает и придумывает всякие истории, чтобы другим было весело и интересно его слушать. У него специфический ход такой, да, есть такие патологические вруны. Псевдолог, да, это интересно. Вот. То есть, чтобы никто от него не уходил, он сочиняет всякое. Сочиняет, да, чтобы оставаться интересным, типа того. Ну вот, ну то есть, это же сформировано опять же с детства, когда ты радовал своих родителей, и вот тогда они обращали там на тебя внимание. Вот, радуй других. Следующий драйвер, ну, сто процентов один из твоих тоже, это торопись. Спеши. Ну, радуй других, к слову сказать, конечно, это тоже мой, потому что, ну, найди врача, который без радуй других вообще. Не, он есть. Наверное, да, ну, да, конечно, это тоже про меня, вот. А торопись, торопись формируется опять же тоже совсем в раннем детстве, когда, когда еще мамка тебя водит в садик и говорит, давай быстрее уже, что ты копаешься, давай быстрее, 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 вот. Сама мамка тоже, конечно, живет по такому же принципу все время, торопится, торопится. Вот, часто такие люди планируют очень много дел на день, на неделю, на месяц, на годы, ну, то есть очень много, забивают очень плотно свои графики, короче, за счет этого некоторые начинают сильно опаздывать, разочаровываться, но все равно все время бегут, 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 вот. А некоторые, наоборот, очень сильно спешат и собирают штрафы на дороге. Например, да, запросто, может быть, и так, и, ну, побочный продукт, скажем, этого драйвера в том, что ты пробежишь там кругом, очень много дел наделаешь, но при этом, ну, там, типа, не успеешь насладиться чем-нибудь, или там, отдыхать, опять же, тоже не позволяешь себе, когда отдыхаешь, тоже очень быстро, поехал в какую-то страну, там, у тебя пункт из того, что тебя надо посмотреть, пробежал, ничего не понял, вернулся. Вот, а разрешение, ну, как бы сказать, избавление, типа, хотя бы временное. Не спеши. Да-да-да, торопиться не надо. Торопиться. Избавление от этого драйвера принес нам профессор Преображенский, который сказал, везде успевает тот, кто никуда не торопится. Угу. И последний из пяти драйверов, будь совершенным или будь лучшим, то есть, ну, такой внутренний перфекционист, такой синдром отличника, который стремится сделать все идеально, и либо просто все время, а если это в сочетании еще и состарайся, а то он, конечно, очень старательно пытается быть совершенным. Вот, еще, если он еще и торопись собрал, тогда он очень еще и быстро торопится постараться быть скорее посрочно совершенным. Идеальный, мне кажется, набор для спортсмена какого-нибудь. Вот. Ну, и смысл в том, что, как бы, ты все время стремишься к совершенству, надо делать хорошо или не делать никак. Не делать никак. Я как раз об этом хотел сказать, что носители драйвера Be Perfect, будь лучшим, они, как правило, большие прокрастинаторы. То есть, потому что нужно делать идеально, а если ты не делаешь идеально, то не делаешь совсем. Да, да, да. И зачастую за вот этим стремлением к идеальности вылазит такой жуткий какой-то педантизм, когда все до мелочей человек делает, 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 делает. Но при этом он может упустить дедлайн, например. Ага. Может. Закопался. Закопался, да. Оттачивал, обтачивал. То есть, точил, 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 и в итоге никому не показал, что он там наточил, спрятал в стол. Мне не так давно клиент один прислал свое литературное произведение. И мне очень понравилось. То есть, это небольшой рассказ, там, на несколько страниц. Сколько ты его писал? Он говорит, несколько лет. Вот. Кто-нибудь его читал? Он говорит, ты первый. Да. То есть, он его писал очень-очень долго. Там выверены запятые. Абсолютно все выверено. Оно идеальное. Кто-нибудь будет еще читать? Нет, я его еще попилю. То есть, он будет его еще доделывать. И вряд ли увидеть, наверное, свет когда-то это произведение. Да. Я вспомнил еще один побочный продукт этого, что ты не сможешь насладиться результатом никогда, потому что любой результат не идеален. Он будет не идеален, совершенно верно. Да. И опять, ну, короче, за каждым успехом такого рода нужно дальше пахать, пахать, пахать. Так вот, вот эти вот все, по сути дела, весь набор этих драйверов, наверное, ну, да, весь набор этих драйверов, он мешает отдыхать, по большому счету. Так ведь? Ну, если ты стремишься радовать других, то ты будешь делать все для других и не дашь себе возможности отдохнуть, передохнуть. Ну, сильный, естественно. Зачем ему отдыхать? Он же сильный. Старатель, блин, очень постарается отдохнуть, перестарается и устанет от отдыха. Ну, торопыга, естественно, тоже все стремится делать быстрее и быстрее. Вот. И, ну да, ну, короче, тяжеловато отдыхать, когда ты... Слушай, ну, здесь вообще спорно, мне кажется, есть же люди, которые только и делают, что отдыхают, и они вот, и вообще вот все эти драйверы могут проявляться в отдыхе. А в отдыхе? В отдыхе, не в работе, а в отдыхе. И вот они могут быть там и лучшими в отдыхе, они могут быть очень спешливыми в отдыхе, как ты сказал. Зачем? Да, нет, ну, чтобы просто спешить. Нет, хотя бы на внешнем сознательном, зачем? Я просто, вот когда ты сказал, да, типа быть лучшими в отдыхе, я представил себе людей из Роскрама, которые выкладывают фотки, чтобы показать, что они отдыхают лучше всех. Ну, как будто все равно они, как будто отдых, их работа, типа того. Тревел-блогеры такие. Ну, да, фактически, собирают поглаживание, короче, так или иначе, не знаю. Ну, то есть, здесь глобальный перенос такой там был на родителей, в смысле родительский перенос на некое общество. Вот, ну, в общем, мой тезис, что, тем не менее, реализация вот этих самых драйверов, она, скорее всего, мешает отдыхать. Именно, ну, вот, когда они, как сказать, ну, рассыпаются периодически в процессе кризисов эти самые драйверы, когда ты в какой-то момент понимаешь, ну, да, 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 я сейчас вообще буду стараться. И, по ходу этого старания и радования других нету конечной точки, когда я, наконец, смогу позволить себе выдохнуть. И ты, как сказать, некоторые выздоравливают, вот эти кризисы сопровождаются, например, ощущением отчаяния. Когда человек думает, блин, я не окей, ну и плевать. Слушай, я недавно поймал что-то похожее, когда начались всем известные события в Украине, и когда реализовать драйвер фактически не совсем получается, да. То есть, когда сколько бы ты не старался, ты не знаешь, куда потратить и сколько стоят деньги, которые ты заработал. Сколько бы ты не радовал других, другие не радуются, потому что вокруг всем как-то не очень радостно. И с одной стороны, с другой стороны, я знаю, что, например, многие члены моей семьи хотели бы куда-то поехать, но мы не можем никуда поехать. Хотя отчасти это не от меня зависит, и вот здесь я поймал вот именно то самое, что ты сказал. Думаю, отчаяние, да ну его к черту, и поэтому сделал три выходных в неделю вместо одного, что уже не знаешь, куда дальше двигаться. Да, это такой кризис, выбитый из-под ног земли, когда прошлые сценарии просто не работают. Они просто пристают работать, как фактически любые кризисы, мы с тобой, мне кажется, этого касались, когда развился вот этот коронавирус, когда вдруг возникает что-то, что внутри нашего сценария не было записано. Ну, не было записано в сценарии огромного количества людей, что они умрут от ковида. Или, например, не было столкнуться с каким-то тем или иным катаклизмом, ну, не знаю, геополитическим, экономическим, социальным и так далее. И фактически получается, вот столь интенсивный кризис, он берет и переписывает огромное количество сценарий. Либо люди действительно оказываются как в такой безвыходной ситуации, когда земля уходит из-под ног, и сценарное поведение перестает работать, и мы начинаем жить вне сценария. Вот в начале нашего сегодняшнего разговора я задвинул какую-то нерешимую, вот эту нерешаемую историю про то, работаем ли мы ради отдыха или там отдыхаем ради работы. Вот, и вспомнил параллельно, что есть такое, такое банальное избитое выражение «здорово, когда ты, значит, с радостью идешь на работу, а потом с радостью идешь домой». И мне… Бежишь с работы. Вот, у меня как раз-таки подумалось, что это как раз кардинальная противоположность похожему по формулировке, но по смыслу совершенно другая история, когда ты с удовольствием бежишь из дома на работу, а потом сбегаешь с работы домой. Вот это как раз какая-то странная зависимая штука, вот все время в ожидании… Откуда-нибудь сбегать. Да, надо сбежать, короче, и, ну, от чего? Сбежать от неудовольствия какого-то такого, неудовольствия, вот. И еще в связи с этим, ну, то есть, чем мы как бы занимаемся там в процессе этого разговора, в частности? Некий поиск баланса. Поиск баланса, ну, в частности, например, связанный с зоной комфорта. Короче, ну, вот как сказал один из моих пациентов в связи с последним катаклизмом, он сказал, вот вам и выход из зоны комфорта. И я вспомнил, вспомнил как-то, как, выходя из какого-то своего кризиса, я решил, что мне эта зона комфорта не нужна вообще. Это для лохов. Да, максималистское суждение, что зона комфорта не нужна вообще. Нужно постоянно находиться в неком напряжении. И умереть в 40 лет от инсульта. Типа того, потому что, потому что этот самый комфорт, он очень сильно расхолаживает. Ну, вот, и по итогу создает ощущение какой-то пустоты, скуки и всего такого. Вот надо, чтобы все время был какой-то дискомфорт. Вот. Ну, и потом, конечно, я так истощился довольно быстро. Истощился в этом своем желании. И понял, что нет, должна быть какая-то зона комфорта. Я не знаю, возможно вообще. То есть, ответ, понятно, он индивидуален. Ну, баланс вот этого вот в их... Как найти баланс между работой и отдыхом? Здесь рецепта нет. Я думаю, что что-то заложено в ДЗОД, в закон об охране трудящихся. Скорее всего, там есть какая-то база такая. Но, наверное, это не совсем для всех. То есть, там уже прописано, что от интенсивности труда, чем более интенсивно ты трудишься, тем больше у тебя отпуск, тем там дополнительное молоко еще дают. Ну, вот этим, вот это не совсем про нашу специальность. Потому что вот этим занимается наука, которая называется гигиена труда. Там все это нацелено на увеличение производительности. И глобально это не совсем то, что нужно конкретному человеку. Это скорее то, что нужно индустрии, обществу или типа того. Ну, то есть, это такое. Ну, и печально в связи с этим, что не всегда, наверное, не всегда человек может сам определять, когда ему там отдыхать, а когда нет. Если ты в зависимом положении как бы находишься от работодателя, который тебе устанавливает какие-то там рамки вообще конкретные. Так, в кадре появился новый персонаж. Это вот как раз тот самый персонаж, с которым я последнее время отдыхаю. Я думаю, что забавно будет слышать тем, кто на Яндекс.Музыке нас слушает или на других подкастовых платформах, появилось такое отдыхание. Да, ты ему про Иван Петрович не рассказывай. Нет. Ну, я... Тот недружелюбен был к собакам. Но то, что Иван Петрович завещал, мы на нем уже потихонечку испытываем. Сыпется, Иван Петрович, потому что ты говоришь, что ты с ним отдыхаешь, а он такой ответственность, он требует ответственности какой-то. У меня с ребенком, с младшим тоже такая история. Когда с ним очень сильно отдыхаешь, он ресурсный просто до безобразия. Но в какой-то момент он начинает жрать ресурсы. Требует внимания все больше и больше. А внимания ведь его сколько не дай, его же все время мало. Есть такое. Закончить, чтобы мысль-то на предмет того, что не все могут контролировать распределение времени отдыха и времени работы. В связи с чем больше ответственность, когда ты занимаешься, не знаю, когда ты там самозанятый или так или иначе работаешь, хотя бы частично себя контролируешь. Это такой эволюционный шаг в том, чтобы, заимев больше ответственности, тем не менее, самому зато контролировать процесс отдыха, не отдыха и все такое. Мне кажется, он тоже такой до поры до времени все-таки. То есть это, знаешь, как говорят, богатые люди становятся рабами своих денег. То же самое и человек, который как будто бы может контролировать свое время, мне кажется, через какое-то время все-таки, особенно в медицинской специальности. То есть ты вроде бы контролируешь, контролируешь. Не обязательно даже в медицинской. Я могу понять, да, то есть он, ну да, ответственность так или иначе есть какой-то, есть какой-то процесс. Но все равно, мне кажется, это более взрослый такой вариант по сравнению с тем, да, с когда-то подчиненный. Блин, однозначно более взрослый. Я всю жизнь стремился к тому, чтобы быть более-менее таким свободным и никому, ну, практически никому не подчиняться. И это очень интересно. Сколько потопаешь, столько полопаешь. Это же как раз про работу и про отдых. Много поработал. Нормально отдохнешь, мало поработал. Как недавно один из наших с тобой коллег сказал, он говорит, нет, я на майские праздники буду работать, иначе мне летом не на что будет отдыхать. Понятно, да. Что же, хочется пожелать нашим зрителям найти свой собственный баланс. Баланс между трудом и отдыхом. Разрешить себе отдыхать. Вот. И здорово, если для кого-то отдых сопровождается прослушиванием наших голосов. Да, как недавно при знакомстве с одним из новых клиентов мне сказали, здравствуйте. Очень приятно слышать ваш голос, и в реале вы голос внутри моей машины. Хорошо, не внутри моей головы. Окей, ну ладно. Спасибо, что досмотрели, дослушали наш очередной подкаст до конца. Мы будем записываться еще, несмотря ни на что. Пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»